Данио Данио В этот раз я подготовлю воду для нерестовика, а сам нерестовик будет без сетки, что конечно повлияет на количество мальков. Проще говоря, их будет меньше, чем в прошлый раз, так как часть икры однозначно будет съедена родителями. Давайте подготовим дно нерестовика. Не рекомендую использовать сыпучие наполнители, типа песок, а вот камни разных размеров нам понадобятся. Для еще большей безопасности по сохранению икры я использую роголисник. Именно его в первую очередь я укладываю на дно аквариума, а уже на него выкладываю камни. При выкладке камней учитывайте, что икра сохранится только та, которую рыбки не увидят или та, которую они не смогут достать. После того, как мы оформили дно, можно заливать воду. В этот раз мы сделаем иначе. Половину нерестовика я заполню водой из аквариума, а вторую половину заполню свежей отстоявшейся водой. Помимо этого проведу профилактические мероприятия, направленные на обеззараживание воды в нерестилище. Опущу серебряный предмет и дам постоять пару дней. Кстати, не забывайте, что растения, камни, серебряные предметы и все-все-все, что вы будете опускать в аквариум, должно быть чистым. Лучше всего камни и прочее, даже если они чистые, обдать кипятком. Это позволит в дальнейшем снизить заражение икры грибком. В это же время необходимо подготовить воду для подмены после нереста. Соответственно, рыб перед нерестом я кормить не буду. Однако, что бы мы ни делали, рыбки все равно будут ходить в туалет, если можно так выразиться, как по большому, так и по маленькому. Соответственно, подмена воды сразу после нереста поможет нам снизить риск заражения икры. Воду, которую мы заблаговременно подготовим, также можно ионизировать с помощью серебряного предмета. Это первое. И второе. Использование 2% раствора йода из расчета 1 капля на 3 литра воды или 3 капли на каждые 10 литров. В это же время давайте подготовим 3-х литровую банку с банановой кожурой для получения инфузории туфельки. Отсифоним воду из аквариума в банку. И чем грязнее будет вода, тем лучше. И в нее на неделю закинем банановую кожуру. Примерно в это же время, то есть через неделю, у нас уже должен поплыть будущий малек. И инфузория будет прекрасным первым кормом. Но, конечно, многое будет зависеть от того, сидят икру Даню или нет. Ну что ж, как видите, сами Данюшки уже сидят в нерестилище. И нам остается только ждать. Наступило утро. Животы самок все еще полные. Оставляю их еще на сутки. На второй день видно, как самцы гоняют самок. Свет специально не включаю. Пусть занимаются своим делом. Еще через время выловил самку. Как видите сами, живот схуднул. А это значит только одно. Самка без икры. Сразу убираю производителей. Включаю свет. Естественно, на камнях и роголистнике икру совсем не видно. Сохранилась она или вся была съедена, пока неизвестно. Для того, чтобы все-таки убедиться, что она там есть, пришлось убирать часть растений. Немного икры есть. Уже сейчас визуально видно, что ее меньше, чем тогда, когда мы нерестили Даню сеткой. Теперь необходимо сделать подмену воды на ту, которую мы заранее подготовили. КОНЕЦ Грунт нерестилища, с одной стороны, хорош тем, что в нем живут полезные организмы, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности, но с другой вызывают трудности с удалением отходов и наблюдением за икрой и личинками. На третий день проклюнулись личинки. Уже сейчас можно немножко подытожить. Когда мы нерестили сеткой, икры было гораздо больше. Понятное дело, что часть икры погибла, погибли и личинки, и мальки по мере взросления, но в итоге подняли около 50 мальков от одной самки. Сейчас только личинок около 20. По мере взросления, скорее всего, кто-то окажется очень слабым. Кто-то будет развиваться медленнее, плохо есть, и так или иначе, часть погибнет, и в итоге может и десятка мальков не дорасти до взрослых рыб. Если, конечно, не отсаживать хилых и слабых в другие аквариумы, и не искать индивидуального подхода. Еще через три дня большая часть личинок стали мальками, то есть поплыли. Как говорят в поисках еды. Увы, к этому времени инфузория еще не появилась, и мне пришлось дать немножко желтка. Но в дальнейшем, конечно, буду подкармливать инфузорией туфелькой. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я хочу вам показать, какими стали мальки, которых мы с вами получили в первый раз. Сейчас им уже два месяца. Обратите внимание на размеры. Одни из них уже достаточно крупные, а других до сих пор можно назвать пузатой мелочью. На данный момент они хорошо кушают. Измельченные хлопья от немецкого производителя. Помимо этого, я иногда для разнообразия даю дафнию. Все рыбки чувствуют себя прекрасно. Больных нет. Хочу обратить ваше внимание на то, что у одного из самцов был дефектный хвост, немного изогнут. Но малькам этот дефект не передался. Еще один из самых интереснейших моментов, на мой взгляд, было то, что первая самка, которая принесла потомство, была генномодифицированной. Ярко-оранжевой. Камера, увы, этот яркий цвет передать не смогла. Самцы были самые обычные полосатики. Таких часто называют чулками. Полоски темно-синего цвета. Мне было очень любопытно, появится ли от таких разных родителей потомство. И если да, то какое. Сейчас мы с вами наблюдаем, что из этого получилось. Конечно, есть рыбки полностью оранжевые, как их мама. Но большинство из них смешаны. Синие полоски на ярко-оранжевом фоне. Вживую смотрится очень круто и необычно. Я лично таких еще никогда не видел. Вообще генная инженерия над рыбками среди продвинутых аквариумистов не приветствуется. Пусть инженеры кроме цвета искусственно ничего и не меняют, но все же. Сейчас генномодифицированных рыб на рынке становится все больше и больше. Это не только Данио, но и скалярии, барбусы и другие. По большому счету, это делают для людей, которые ищут себе ярких рыб. И не важно, что в природе таких не существует вовсе. В общем, для любителей, а не фанатов. Но мир меняется, что уж тут говорить. А мы стоим на пороге этих изменений. На этом видео подошло к концу. Сама тема про разведение Данио на этом видео заканчивается. Спасибо вам за внимание и интерес к каналу Пар. Спасибо за ваши теплые комментарии, лайки. За вашу финансовую поддержку на разводню. Надеюсь, однажды мы соберем нужную сумму на помещение. Пусть маленькое, но именно для того, чтобы можно было каждый день заниматься только аквариумными рыбками. Спасибо вам, друзья. И до новых встреч на канале Пар. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»